Зеленогорский парк культуры и отдыха Рабочие все работали, мы занимались текущим ремонтом, мы перекрасили все скамейки, мы подготовили и до сих пор еще готовим наши аттракционы для того, чтобы когда их откроют, ни у кого не было сомнений в том, что они работают и они абсолютно безопасны. Поэтому открытие было для всех радостным событием. Хочется сказать просто огромное спасибо администрации курортного района и депутатам законодательного собрания Санкт-Петербурга за выделенные финансовые средства, на которые мы в этом году успели к нашему открытию парка выполнить благоустройство и дорожечного покрытия, а также мы открыли благодаря комитету по спорту замечательную баскетбольную площадку и в течение месяца мы уже пригласим наших гостей на теннисные корты новые, уже в таком красивом новом качестве, что мы давно очень ждали. Готовили мы и готовим еще много интересных, может быть, каких-то мероприятий. Несмотря на то, что культурные мероприятия мы не имеем права проводить в большом количестве, но в режиме онлайн мы можем показать вам очень большую работу. Если вы зайдете на сайт Зеленогорского парка, то вы увидите интересные интернет-проекты, которые сделаны нашими сотрудниками. У нас рождаются циклы в онлайн-режиме. Это циклы, связанные с нашими праздниками, датами красного календаря. В частности, в истории, когда закрыта наша кафе «Улыбка», мы проводим мастер-классы, посвященные Международному дню шоколада, Международному дню торта, Международному дню варенья. И все это проходит в онлайн-режиме. Мы открываем новые циклы, уже ставшие для нас традиционными праздничные, но тоже в режиме онлайн. Это праздничные концерты и новая история в наше время – это история интерактивных квест-онлайн-прогулок по нашему Зеленогорскому парку. Каждую пятницу, субботу, воскресенье все отдыхающие в свободном режиме могут с помощью интернета, с помощью порталов онлайн нашего парка пройтись по интересным закладкам творческим, с помощью которых они пройдут квест-прогулки по Зеленогорскому парку. Парк уже открыт, но до особого распоряжения закрыты аттракционы, зоопарк «Радуга», аэротруба, выставочный зал ретроавтомобилей, динопарк, танцевальный павильон, театральная беседка и кафе «Улыбка». Директор парка рассказала зрителям «Залив ТВ», когда предположительно ожидается открытие всех объектов. Весь наш аттракционный комплекс откроется, как только будет выпущено постановление правительства Санкт-Петербурга. Мы надеемся, и мы читали предварительно, что это будет после 12 июля.